Фестиваль искусств проходит уже 12-й раз в различных городах и второй раз он возвращается в Рязань. Одна из причин возможна в том, что за прошедшие пять лет творческая команда Рязанского государственного медицинского университета трижды занимала в фестивале призовые места и дважды становилась победителем. В этом году практически самая большая представительность за всю его историю. У нас около 40 регионов Российской Федерации, у нас только медицинских вузов 27, средние специально образовательные учреждения, колледжи медицинские. Практическое здравоохранение очень богато представлено, всего более 800 участников. Это вот те предварительные данные, которые есть сейчас. Думаю, что будет больше, потому что подъезжают. Программа фестиваля обширная. Для всех участников это возможность показать таланты и мастерство, многому научиться. Фестиваль способствует раскрытию культурного и профессионального потенциала студентов и вузов в целом. Именно так говорили приглашенные гости на открытии фестиваля. Уважаемые участники и гости фестиваля, от имени Комитета Совета Федерации по социальной политике я от себя лично приветствую вас и поздравляю с открытием 12-го Всероссийского фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских работников. Этот день студенты посвятили знакомству друг с другом. Для того, чтобы приглашенные из других городов гости смогли больше узнать о Рязани, им показали фильм о городе. Перед собравшимися выступили представители рязанской команды. Профессия врача является одной из самых востребованных в мире и в нашей стране серьезно относится к подготовке специалистов. Рязанский медицинский университет, например, оснащен по последнему слову техники. Будущие доктора проходят практику в лучших лечебных учреждениях региона. Однако во многом успех специалистов зависит и от их творческого подхода к работе. Не может быть человек хорошим специалистом, ни врачом, ни средним медработником, если он не творческая личность. Потому что какую специальность в нашей медицине не возьми, везде нужно творчество. Что хирургу, что ременологу, что лаборатору. По любой специальности. И ни одна не может быть медицинская сестра хорошим душевным человеком, если она в душе не творится. Главная программа фестиваля включает в себя конкурсы в номинациях. Вокал, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, инструментальный конкурс, танцевальный конкурс, театральный конкурс, журналистика, конкурс оригинального жанра. Высокий уровень фестиваля подтверждается достижениями лауреатов разных лет на крупнейших всероссийских и международных конкурсах. Так, чемпионами мира и двукратными чемпионами Европы по латиноамериканскому секвею среди профессионалов WDC стала медицинская пара из Твери Оксана Васильева и Арсена Гамалян, двукратные победители наших фестивалей. Так что за самый заветный приз для своего вуза поборются не только любители, но и профессионалы. Победителю фестиваля достанется переходящий кубок Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, вручаемый победителю в общекомандном зачете. Продолжение следует...